Герокоптер. Голоса меня не обманули. Да, Шекер и ответочка Герокоптера Элдер Титана. А тут появляется Эншет Опарэйшн от команды Team Secret. Вот так вот. Ну и в бане Баунти Хантер против команды Сикрет. Прекрасно они знают, каким образом эти ребята отыгрывают с данным персонажем. В бане та же самая Нага, Бэйн. В принципе, абсолютно дефолтная бан, ничего не меняется. В прошлом патче мы видели то же самое. Ну, Рейзер вместе с Энчантрос и Тинни от команды Сикрет отправляются в бан. Хотя, конечно, там Тинни немного поднерфили, но, с другой стороны, он все равно остался тем же самым персонажем. И если на линии он не так много крипов может добить за счет тригреба, ибо кулдаун увеличили, все же он может разваливать там буквально за один прокаст лиц каких-нибудь тонких суппортов, в том числе и Энштопарейшна. Ну и вот Шейкер уже второй раз подряд у нас, ровно так же, как Игрокоптер. Появляются вот новые два персонажа за сегодняшний день. Это аппараты Элдер Титана. И очень интересно будет посмотреть на Элдер Титана от команды Комплексы, потому что они действительно с ним играют очень большое количество матчей. И зачастую делаются там прям какие-то суперстаки, огромное их количество, для того, чтобы Элдер Титан набирал в себя, так сказать, степлер в руку с плюс 200 урона и разматывал какие-нибудь кор персонажи уже за пару тычек. Ну, как правило, в последнее время стратегия так особо не работает, но вообще не исключаю такой возможности. Ну что ж, избавились также от Брунмазер. И пока у нас комплекс идти, и ждем предпоследний бан от команды Team Secret. Стоит отметить, что они также сами забанили Рубика, не хотят играть против этого персонажа, ну и предпоследний бан. Стоит отметить также, что и время дополнительного не тратит почти ни та, ни другая команда. Да, ну почему бы не потратить их на последние какие-то пики, последнюю подготовку к этому матчу. То есть нужно действительно что-то оставлять, оставлять себе задел на будущее. В некоторых ситуациях, когда последний пик от команды Комплексы, здесь, получается, будет уже иметься команде Secret, может быть придется полностью менять свою стратегию, менять свое представление об этой игре, придумывать какого-то героя, который будет чуть лучше смотреться против пятерки оппонентов. Но пока что появляется Дизраптор для Комплексити, уже будет стати Шторм Кинетик Филд, под это все есть Герокоптер с кулдауном, и, честно говоря, неплохо смотрелся бы какой-нибудь Фестлесс Войт в данной ситуации, но понятно, куда его поставить. То есть Герокоптер, конечно, это кор-герой, который наверняка отправится на легкую линию от команды Комплексити. Ну а вот Войт в мид, VP-стайл, что-то наподобие того придумать. Ну почему, можно оффлайн еще отправить? А, оффлайн, оффлайн, да, тоже как вариант. Не исключая появление, конечно, этого персонажа, но мы ждем в любом случае третий пик команды Secret. Я так понимаю, Дизраптора забрали сейчас... Нет, нет, все нормально. Death Profit появляется в итоге. Для них, скорее всего, на центральную линию. Ну и ждем ответочку от команды Комплексити. Теперь я ждал ДПшку еще в прошлой карте. Противостояние Ликвид против LFY. Ну а здесь появляется вот тот самый парень. Фурион по фарму чемпиона. Интересно. Команды Комплексити вообще любят Фуриона. У них... Я помню, и Кайл исполнял на Фурионе, получается, Сабра такой четвертой позиции. Вообще, Комплексити очень любят не выделять какого-то явного такого спорта. То бишь, берут какого-нибудь Фуриона, например, Элдор Титана. Хотя в этой ситуации мы видим явную пятерку Дизраптора. И пытаются агрессивно ромить, меняться, скажем так, ролями уже по ходу игры. Ну, ждем четвертого пика от команды Secret. Нужно чем-то спасаться от Дизраптора. Нужно, возможно, даже придумать какого-нибудь Омни Найта в данной ситуации. Потому что Дизраптор будет возвращать. И возвращать он будет Деспрофит очень неприятно во многих ситуациях при отходе от Secret. Ну и посмотрим, что же все-таки они сделают. Призадумывались немножко секреты насчет того, что забрать себе на предпоследний пик. А им все еще не хватает, я так понимаю, позиции у Флейнера и позиции Кэрри. Я бы, наверное... Можно, в принципе, и Кэрри забрать. У Флейнера можно напоследок оставить как вариант. Учитывая, что у них уже неплохая его комбинация. Можно забрать, не знаю, Тайтхантера какого-нибудь как вариант. Почему бы и нет. Ждем в любом случае. Тотальное нападение. Ну, если уж прям так, брать, прыгает Тайтхантер. Это все дело накрывает сверху шейкер, туда залетает ультаппарат, а все горит. Все кричат, в панике бегут. О, боже мой, спасите нас. Вообще, Войт может зайти очень хорошо и для команды Secret в этой ситуации. Почему бы и нет. То есть, есть ультимейт эндшит аппарат, есть та же самая Death Profit, которая, что попало, что не попало в купол, у нее все равно духи летают. Духи кучу физического дэмжа наносят, но появляется Chaos Knight. Ну, это Кэрри. Хорошо. Остался все-таки еще вакантная позиция оффлейнера для команды Secret. Но, с другой стороны, конечно, шейкер может быть оффлейнером. Но я предполагаю, что это шейкер все-таки четверка. Открыли его первым пиком. Secret явно уверена в своей стратегии. Ну, и Пупей, конечно, знает, каких персонажей нужно подобрать для этой игры, чтобы максимально увеличить свои шансы на победу. Последний бан от команды Complexity. Посмотрим, кого они сейчас будут банить. Все-таки сложную линию или же саппорта четверку. Ну, если очень много времени подумать, у них сейчас будет бан. Потом бан, и все же у них еще Last Peak остается. Так что здесь в итоге от том не на это избавляется. Все-таки думаю, что оффлейна не хватает именно Secret'ом на данный момент. Но и Secret'ом нужно избавиться, я так понимаю, от мидера. Неприятного сейчас какого-то против Complexity. Что бы это мог быть? Не, вообще, Complexity играли с Furion'ом на миде. Ну, это, наверное, единичная ситуация. То есть, там действительно пик... Некуда было отправлять этого Furion'а, кроме как на middle lane. Ну, возможно, там бывают такие ситуации, когда ты пикаешь-пикаешь, и тут у тебя, знаешь, расстановка по линиям меняется по мере этого пика оппонента. Ты понимаешь, что лучше кого-то отправить на мид. Ничего страшного, вроде бы немного потеряешь. Потому что если отправить другого героя, то там будет тотальное унижение. И в итоге избавляются от Свена. Ага. Ну что, на ласт пик. Team Secret. Пока что нечем пробивать Кэлс Найта. Да, есть герокоптер. Герокоптер, который, по сути, неплохо должен наваливать по иллюзиям. Но иллюзии у ЦК очень толстые. И не факт, что с одного флагкэнона все же они будут падать. И не 100% не будут падать с одного флагкэнона, а демиджи наносить смогут огромное количество. Team Secret будут давить в этой игре. Еще один плотный персонаж. Это Underlord. Появляется для секретов. Интереснейший выбор героя. Ждем ласт пик комплекса. И будем потихонечку уже переноситься на эту карту. Что ж. На миддл лейн. Герой сейчас какой мог бы быть. Все еще остается вопросом. Но Dark Willow не залетает. У нас уже вторую игру подряд. 100%. Вообще не так часто ее все-таки берут. Сейчас идут некоторые квалификации. к Гэску, например. Там я Dark Willow не видел. Хотя вчера были некоторые довольно-таки интересные матчи. были еще какие-то SEA турниры. То есть в регионе Юго-Восточной Азии. Но там тоже появилось оно всего лишь два раза. То бишь все еще. Я думаю, что чаще будем видеть этого персонажа, если честно. Но, может быть, еще немногие привыкли с ней играть. Да, они приспособились. По-любому, команды не тренировали подобных персонажей. Возможно, там какой-нибудь Лил, который сейчас в Na'Vi играет, между прочим. Которого кикнули из Virtus.pro за то, что он на Dark Willow. Кикнули. Не надо такие вещи говорить, не надо. Произошел ростер, поменяли? Произошел ростер. Да, все. Он тренировал Dark Willow. Посмотрим, что он сможет с ней показать в сегодняшнем дне. Во второй половине дня матч Na'Vi все-таки будет присутствовать. Будет для вас комментировать его за замечательный, самый сочный в мире капитан. Думаю, много вам сможет рассказать по этому поводу. А мы пока ждем последний пик комплексити. Тратят они все свое время дополнительное, могут себе позволить. Почему бы и нет? Да, ну сейчас придумают просто, каким образом будут расставлять линии. Понятное дело, в голове уже где-то имеется персонаж у капитана, которого он собирается взять на последний пик. Ну и пик Сигрет сейчас у них тоже открыт. Поэтому они подготавливаются к игре по максимуму. В принципе, все время могли бы для этого использовать. Пугна. Пугна появляется для комплексити Last Peak. Ну, на самом деле, Пугна уже никого не удивляет в последнее время на просто сцене. Так что здесь почему бы и нет? Опять же, персонаж вообще довольно-таки универсален. Не так требовательен к артефактам. Спокойно может толкать линии, закидывается огромного рейнджа бласты. Собирать ТВРа в драке крайне полезно. Опять же, этот назойливый варт, особенно когда у тебя кастующие персонажи, там можно самому себе лицо умудриться оторвать. Так что здесь пока что все замечательно. Но что, по пикам. Чей пик вам больше нравится в данном противостоянии? Я бы сказал, что больше в этой ситуации мне понравится пик сверху. Сверху это команда Secret, я так понимаю. Ну, а я буду болеть за комплексити. Ну, опять же, оставляю за собой право, если что, переобуться по ходу матча, спокойно сходить и так далее. На самом деле, комплексити такая команда, которая может удивить. Не скажу, что они просто играют не так стабильно, как хотелось бы, но умеют, умеют исполнять. Так что вполне себе не исключаю вариант, что смогут они здесь одолеть секретов и показать более достойную доту. Но, опять же, у секретов аппарат. Аппарат это тоже такая весомая вещь. В плане, если залетает хороший бласт, ты с этим ничего не можешь сделать. Как ни крути. Ну, и опять же, стоит напомнить, что эта встреча, конечно же, проходит в формате Best F1, как и все встречи сегодняшнего дня и завтрашнего. Та самая система, которая была на киевском мейджоре, здесь также присутствует. Что поделать. Что ж, ждем тем временем, пока начнется матч. Пока что мои голоса в голове говорят, что он не скоро начнется. Так что есть время поговорить о чем-нибудь интереснейшем. Ну, я бы поговорил по поводу Underlord, в общем, по пику секрет. От Underlord вместе с Apparition, это очень крутая комбинация, потому что Apparition будет примораживать все-таки своих оппонентов практически со 100% вероятностью после того, как будет прокидывать Pit of Malice от Fata. И в этой ситуации посмотрим, как это скажется на лейнинге, но потом можно будет спокойно ловить что Герокоптера, что Нейчерс Профита. До появления блокимбаров у команды комплекса будут большие проблемы. Ну что ж, ждем. Да, расходят игроки по линиям. Сейчас будет расставляться Вижн. Я смотрю, на топе уже один поставили секрет себе поближе, да. Надо бы контролировать здесь выходы какие бы то ни было. Больше пока что... А, еще один поставили себе комплексити. Моу в итоге будет отыгрывать на пугне. Вот так решили. Интересно, интересно. Ладно. Лим пока что в позиции не подставляется. Интересно, пойдут ли драться куда-нибудь секреты, либо же комплексити у секретов. Как вариант, есть возможность подраться на начальных ловелах. Они собираются в пятером. Сейчас будут использовать Смоук. Да, может быть и без Смока пойдут так просто на ноге. Ну, да, пока что Смок медиум у Апаришена не имеется. Ну, на ноге тоже можно зайти. То есть у них имеется, что, рут от андерлорда, хотя наверняка он все-таки себя вкачает в фэршторм. Что? Стан от... Там, хорошая одна фиссуринка, плюс, да, ЦК, какой-нибудь колдфит от 100% на ФБ. Но в итоге просто на характере идут вперед. Секреты отжимают себе две баунти-руны, также две баунти-руны забирают комплексити. Расходятся игроки по линиям. Давайте смотреть, кто против кого и где будет стоять в миде. Мид-1 будет стоять на Death Profit. Против него выступает Чейси на Death Profit, как и предполагалось. Как-то, точнее, говорил еще на стадии пиков, что, возможно, Фурион в мид. Ошибся. Ошибся Мид-1, пропустил крипа. Хотя, с другой стороны, линия все равно будет пушиться. Застопил он чуть получше. Не законтролил самую малость своих энтов. Death Profit должен был, если вдруг что, своих крипов ловить. Но, как мы видим, линия все равно прям практически по центру размещена. Но в это время Му забирает пачку крипов на себя. Как обычно, стандартная практика для оффлейнеров сейчас отводит. Также здесь развлекается и Эйс с пачечкой крипов тоже заберет. На топе Дабла. Дабла в виде Андерлорда и Шекера. Довольно-таки неприятная. Но тут Кайл уже вовсю гоняет Фату. Как может. Фата прокачал себе пока пассивочку. Да, Фата будет пытаться все-таки добить максимум крипов. В любом случае, Андерлорд это один из тех героев, которые выносят все-таки золото со своей сложной линии. Это не те персонажи, которые стоят там, как бы только получить немного экспириенса. Ну, в этой ситуации, конечно, все же Геррокоптер против него имеется. И Геррокоптер это очень неприятный персонаж против Андерлорда. Так что посмотрим. Фата должен очень осторожно себя на этой линии позиционировать. Продолжает Зетфрик заряжать там степлер. Как мы и говорили, пошел спирит. И сколько там урона уже? Плюс 45. Ну, пока не так страшно. Как только там стак появится, крипов побольше в лесу, ничего страшного. Я думаю, со временем будет и больше урона. В миде пока что Фриона тут тоже все замечательно. Даже получше, чем у Мидуана обстоят дела. Динаев побольше, я смотрю. У Чейси. Ну, его подняли. Ему увеличили, насколько я помню, все-таки базовую даже атаку. Хотя я могу ошибаться. Но, действительно, все-таки Фриона подняли в последнем патче. И Чейси не упускает возможности на данном персонаже поиграть. НС пророчил, что Фрион будет возвращаться в игру. И возвращается он даже на мидл позицию. Как мы видим, комплексы здесь не исполняются. НС пророк. Ладно. Так, что у нас дальше. Также отличные дела обстоят у ЦК. Тут, в принципе, все довольно-таки ровно, на самом деле, по линиям. Не сказать, что прям кто-то кого-то поджимает и не дает фармить. И та и та страна. Прекрасно себя фривольно чувствует. Третий лавел получил уже лимб. Имеет сгреженные стики. Дальше будет по стандарту выходить в аквилу. Какой-нибудь фейзы, наверное. Такие вещи. Здесь все ясно. У Фата тоже все отлично, я смотрю. В плане Ласхита. Тоже себя неплохо чувствует. А в это время погибает у нас Пугна. Му забрали. И отправили в таверну. ФБ забирает секреты себе. Ну, Пупей в это время. Получает для себя даже пару крипов. В принципе. Немного по фарму поднимается. Но, конечно, неприятно. Для команды комплекса. То, что все же отдают ассисты для Аэйса. И также Пупей, насколько я помню, сделал это убийство. А поэтому тоже получил немало золота. Секрет начинается на линиях действительно очень агрессивно. Вообще, на самом деле, здесь проблемы могут быть определенного рода уму. Потому что комбинация Реальти Риф плюс Клд Фит не щадит никого. Сверху Хауст Болта ты просто стоишь по бесконечным дизейбле. Стоишь, может быть, успеваешь накидывать на сяди Гриппифай. Но все равно потом... Ну, это да, такое. Опять же, рядом, безусловно, находится, конечно, Элдер Титан. Который может как-то попытаться эгостомпом там помочь и так далее. Но все же. Если Патавр засосут, мало мне покажется. Я про это, да. На топе продолжается у нас взаимный харассмин друг друга здесь от игроков. Как я и говорил, у Фата здесь тоже все замечательно. 10 на 6 он стоит. 17 на 6 Лимпа также. Ну и Фата продолжает выносить свои... Точнее, фармить на линии продолжает. Никто ему здесь помешать не может. Бегает Ебзор. Ну, в принципе, Фата отводит крипов практически к себе под Тавр. Сейчас их держит, чтобы подошла пачка. Специально, да, чтобы не пушилась линия. Здесь все понятно. Продолжается стакка ЦЛС. Ой-ой-ой-ой-ой. Как тут много всего. На раз, два. Трипл стак. Вот так вот умеет. Могет. Практикует. И возвращается обратно на линию. Ну и гирокоптер все это дело будет фармить. Понятное дело. То есть сейчас это дополнительный урон для Элдер Титана. Потом это будет большое количество золота для гира. И, в принципе, очень синергично смотрится пик коллектива комплекса. Но пока что Чейси все еще стоит на мидллейне. И 22 крипа у него добитых. В то время как мидван добил всего лишь 16. Да. Фреон, конечно, с очень большой тычкой. Вот сейчас мы увидим Элдер Титану. Которого тычки еще больше зефрик откидывается. Все-таки своим эхастом по мейс. Очень сильно просел. Но откидывается также еще и станчиком по зефрику. Как же больно сейчас было Каос Найта. Каос Найта просто просел. Да. Плюс 154 урона. Так-то немало на такой минуте для второго левела персонажа. Не будем забывать. Он успел просто две тычки или три нанести. Каос Найт почти умер. Ну, Каос Найт в итоге был вынужден использовать свои стики и вживать на этой линии. Хоть так. Сейчас будет регенится. Там мы видим, что самым аз отпевает его, видимо, флаской. Или он вернулся. А, пошел вот. Идшрайн. Окей. В это время Чесси уже имеет шестой уровень. В то время, как у Мидвана четвертый. Что-то какой-то динай у Чесси вообще невероятный. Это просто супергерой. У него очень хорошая анимация атаки. Его сейчас еще немного апнули. За счет талантов, за счет пресных характеристик. И нужно будет... Покажите, пожалуйста, Мидвана. Сколько ему до шестого осталось? Да, там разница в левел уже. Да, в левел. Потому что только сейчас пятый получил Мидвана, а Чесси уже почти шестой с половиной имеется. И это как раз-таки те самые динай на линии сказываются. Ну, и есть уже тот самый ультимейт у Чесси с уменьшенным кулдауном за последний патч в это время. И хостом, я вижу, был использован по АСО. Ну, там врыв на Пупе. По-моему, Чесси сейчас может ошибиться. Хотя Пупе и Чесси продолжают пробивать. Чесси должен погибать, да. Погибает Чесси. Пытается забрать Пупе. Там есть бодиблок трендами. Но Пупе мансует до последнего. За ним погоня продолжается от Зетфрика. Еще буквально тычка. Пупе также отправляется в Таверну. Но размены, опять же, неравны. Потеряли мидера комплексти. Забрали саппорта. Тут еще Зетфрика пытаются подзабрать. Крепочки на него сагрились. Зетфрик в западне. Просто некуда бежать. И ТП ты не сделаешь. Понимаешь, что собьют. Пытается тут как бы Му еще помочь. И, кстати, Эйсу-то больно. А Зетфрик-то все еще живет. А Эйсу-то можно и забрать. Еще один реалити рифт. И Зетфрик погибает в итоге. Но Эйс запирает сам себя. В это время пытается Му забрать на развороте. Му накидывает на себя. Астрал пытается бежать. Му живи. Му выживает пока что. Но Пупи за ним. Нет, Пупи за ним уйдет. Есть Вортекс? Да. Его бело видно. Но нет, все. Му ушел. На медл-линии в это время Мидуан был в опасности. Пришел Кайл. Кайл использовал или не использовал уже свой Глимс. Да, Глимса пока что не было. Но Мидуана здесь не подцепить. Он, в принципе, стоит на одном месте. Не хочется, чтобы его вернули обратно. Прямо близко-близко к Чейсу. Мидуана тригенится. У Мидуана имеется шестой уровень. Правда, ультимейт он себя пока что не вкачивает. Берет себе Спридсифонов третий уровень. Крипсворм у него также имеется. В троечку. Ну и 3-1. Пока что счет в пользу команды Сикрет. Сикрет давит. Лимб вместе с Кайлом. Но не с боем, опять же, огромное множество стаков в лесу. Комплексы, которые они сейчас начинают забирать. Пока что с этой стороны. Продолжается здесь также стаки делать у нас, конечно же, Зетфрик. И рано или поздно это тоже все дело зафармится. Неплохой такой буст будет для комплекстики в плане голды. Ой-ой-ой-ой-ой. Зетфрик. Агрессия на Пупею. Пупею могут быть проблемы просто. Там Степлер не щадил. Но вот как раз-таки та комбинация, о которой мы говорили. Где Крипифай навесили на Зетфрик. И Зетфрик пытается жить хоть каким-то образом. Еще раз пробить Эйса. Эйс может умереть такими темпами. Хотя Фиссура есть по-моему. И на останчик на 2 секунды прилетает. Там прилетел Фурион. Фурион врывается на ЦК. ЦК погибает. Ему также проблемы. Ему отправляется в таверну. Да, неплохо. Перетянулся Фуруч сюда. И Ебзора закрывают. Ебзора закрыли. А продолжение. Будет ли какое-нибудь? Чейси пытается убежать. У него нет ТП. И вот он выходит на Медвана. По-моему, это конечное для Чейси. Пупея, мне кажется, ничего здесь. А, ну все, тут уже окружили. Пупея, просто смотрю, маны нет. Я не думал, что он чем-то может помочь. Но в любом случае урона хватает. И погибает Фурион. Он, безусловно, сделал фраг. Но уже второй раз мидер команды комплекции отправляется в таверну. И так-то преимущество уже в сторону ребят из команды Сикрет в голде. Хорошо работал лучший линк-тач в этом файте. Посмотрим, что дальше все-таки сможет противопоставить Фурион. Пока что он все-таки топ-нетверс на этой карте. В это время проблемы могут быть у Фат. Ну там сразу Дарк Рифт и до свидания. Да, возвращается. Или не будет даже возвращаться. Нет, все-таки не отменяет. Хочет отрегениться побольше. Ну что ж, пока что мы не видим прям каких-то супергангов. В миде у мидвана проблемки. Мидван, в спину ему залетает Чейси. Кайл подцепил на... Ой-ой-ой, фисурка ответная. Деспрофит спасает. Кинетик Филд. Да, и в итоге вовремя перетянулся и обзор. Не дался у тиммейта в обиду. И фраг сделать в комплекте не удалось. Но в это время на боте Дракуму теперь проблемы. Критули прокает и, мол, погибает. Отправляется в таверну. Это седьмой фраг для Сикретов. Да уж, Деспрофит, конечно, на миддл-линии себя очень неприятно чувствует. Но в это время тот же самый Андерлорд набирает себе немалое количество золота. Он отстает от своего оппонента на линии, то бишь лимпа. Это, напомню, что первая позиция команды. В комплекте всего лишь на 600 голды. Правда, сейчас Фата может получить ракетку. Работает уже Рокет Берридж. Разлетает кулдаун. А в этот раз Дарк Рифта-то нет, хотя Мидван на развороте. Попытка поцепить лимпа. Лимпа живет пока что. Спирит Сифон не помогает. Прилетает Чейси и у Мидвана теперь проблемы. Есть и Хестомп. Мидвана продолжает расстреливать. Мидвана последнего бился. Мидван погибает. Полетел на топ у нас ультимейт аппарата, но ни по кому не попадает. В итоге это в сумме уже минус 2 от комплекте. Никого в ответку Сикрет не забрали. Такие вот качели у нас по графикам начальных происходят. Ну что ж, 11-ая минута. Чейси начинает пробивать все. Тир 1 Тавр уже на верхней линии. В принципе, Тир 1 Тавр такими темпами может довольно-таки быстро сгореть. Зифрик, если вдруг что, он на подсейве. Приходит сюда Фата. Конечно, будет все это дело сейчас отпушивать самую малость. А сейчас его пробить все-таки, убить без кулдауна. Вот Гирокоптер будет сложновато. Хотя кулдаун появится уже очень скоро, но Гирокоптер в это время на нижней линии. Му стянулся на мид, тоже линию слегка подтолкнул. Ну и вот внизу Эйс вместе с Пупеем. И на Эйса вместе с Пупеем очень опасно выходить Гирокоптер, на самом деле, потому что ты можешь получить реальный рифт. Стан в лицо. Имеется уже Фантазм у Келос Найта. И отправится в Таверну по-быстрому. Сейчас дэмэджа от ЦК будет очень много. И очень скоро появится Армлет. Так, смог вылазк от Секретов. Ебзор на пару с Мидваном. Ебзор пока что без Блиндаггера. И не скоро мы, наверное, увидим. На парочку отправляются в сторону топа. Возможно, попытаются выйти как-то на Зетфрика. Но Зетфрик уже далеко. В это время продолжается пуш-линии. Фата танкует собой, дабы Катапульта не пострадала в данной ситуации. А в это время Пупей откидывает С-Бласт. И С-Кулдаун. Пупей, наверное, жертвует собой, чтобы ушел отсюда ЦК. Но вот уйдет ли, вот в чем вопрос. Потому что летит в Эйс уже ракетка. Подтягивает сюда Лимб. В это время погибает на топе Зетфрик. Вылазка в итоге удалась. Эйса глимсует обратно. Это минус ЦК. Пытался засейвиться хоть каким-то образом на стиках. Но не получилось сделать абсолютно ничего. Теперь еще и Тавр теряют Секрет. Используется Глиф. Но Глиф бесплатный, понятное дело. Хоть немного времени подтянуть. Почему бы и нет. Тир-1 Тауэр здесь уже ничто не спасает. Экзарцизм в это время от Мидвана на Мидл Лейне. Пытается он разменяться на Тир-1 Вышку. Центральный передор. Я так понимаю, он прилетел, наверное, с топа сюда, да? Как раз или нет. Или же сейчас активирует. Потому что там забрали в итоге Секрет на топе. Сейчас Т1. Му. Здесь Айс Бласт по нему залетает. Испирид Сифон. Крипс Ворм. Му. Опасно, на самом деле, для Пугна сейчас. На развороте драка продолжается. Зетфрика подстанили. Прошу прощения, это был Чейси. Есть ультимативная Дизраптора. Кстати, неплохая. Погибнет, наверное, у нас также Дэз Профит. Здесь драка продолжается. Ультимативную также заюзал Эйс. Но урона Малый побоялись давить под Тавр. В итоге Му выживает. И драка получилась у нас один в один. Мидеров разменяли обеих команд. Все ровно. Никто дальше пушить не будет. В такой ситуации разменялись ТВ-РАМе. Также коллективы. И действительно в этой игре нет преимущества абсолютно никакого. Ни за одной, ни за другой командой. Все будет решаться уже намного-намного позже. Кайл в это время пытается все-таки вместе со своими тиммейтами отхилиться на Шайне. Есть у него еще Инвиз. И будет сейчас с руны Инвиза выходить куда-нибудь. Например, на мидл лейн. Тут Каус Найт. Очень приятно находится для команды. Комплекс Тиау Тейсу сейчас может быть очень неприятно. Такими этапами Декрепифай на него использовали. Бласт работает. Начинает пугно высасывать. Тейс. Сейчас получат еще и Ахастомп. Ну и тут даже без Глимса вошлись. Не, причем Глимс был. А, Глимс был. Вернули обратно. В последний момент был. Его вернули обратно как раз-таки под Кинетик Филд. И СКА погибает. Это еще один фраг в копилочку команды комплекса. Си-9-8. В это время цепляют у нас здесь Му. Му тоже отправляется в таверну. Загулял. Сразу его за это дело наказали. Здесь, конечно, комбинация очень сильная. У Сикретов ничего с этим не сделаешь. В это время по топу пушится линия от Чейси. Огромная армия Фуриона в деле. Тауэр начинает падать. Нужно кому-то лететь. Это все дело дефа. Здесь уже и обзор. Армия отступает. Здесь уже и эйс. Ну, тем и замечательный Фурион, что он может в любой момент на любой точке карты оказаться и сплитпушить линию. В это время пупея здесь забрали. Соло-фраг для Лимпа. Ну и на медл-линии все еще стоит Мидван. Здесь продолжают делать стаки. Стак вот раз делать не получилось. Но Геракутер в ближайшее время все это дело уже будет фармить. Появляется дабл-демэдж для Гера. И он сейчас очень много золота по-быстрому получит. Там тройной. И даже, наверное, четыре стаки имеются. Ну, в любом случае, да. Фармить начинается это дело Лимп. У Лимпа также дабл-демэдж активировано. И мы видим, что у него уже имеется угр-клап. Я так понимаю, что будет собирать себе БКБ сразу какой-то. Почему бы и нет? Учитывая огромное множество дизейблов, да, я согласен. Здесь БКБ must have. Было бы неплохо сделать еще, возможно, даже какую-то линьку потом на будущее против Chaos Knight. Я почти уверен, что этот артефакт появится в данной игре. Но, с другой стороны, есть чем сбивать. Остается пауза. Видимо, какие-то проблемы. Ну, Фату уже во второй раз, на самом деле, ее ставят. Видимо, какие-то микро-проблемы нужно было пофиксить. Слава богу, что недолго. Пауза отжимается. Продолжаем смотреть доту. Рамлет уже в наличии есть у Эйса. Дальше будет выходить в Сабельку. В миде находится триггерой команды Сикрет. Наверное, я так понимаю, дефать до последнего собирается Т1. А на топе Чейси продолжает развлекаться скрипами. Продолжает толкать линию. Ну и обзор. Имеется, если вдруг что, Смоук. Осталось до Блингдаггера уже совсем немного. Там летит ракетка, я слышу, в кого-то. Очень далеко летит. Такая, наверное. Предупредительная, скорее всего. Да, продолжает фармить в это время Геррокоптер. Первый Нетворс на этой карте. Ну и, конечно, на самом деле, лидирует на 2000 над своими оппонентами. Второй Нетворс на этой карте это Фурион. Ну и, как мы видим, по первым четырем Нетворсам половина за командой. В комплексте первые два, половина за секретами. И в комплексте, конечно, сейчас могут себя чувствовать по кор-героям немного более уверенно. Используется экзорцизм. Будут все-таки пытаться добивать секрет сейчас Т1 Тауна. Ну сразу же глиф прожимается. Да, бесплатный глиф. Здесь все ясно. Мидуан возвращает его на глимсе под ультимой Дизраптора. Мидуан живет пока что. Есть Айс Блаз. Неплохо. Спритер пошел туда же. В итоге погибает. Дес Профит. Также проблема может быть у Му. Му все еще живет. Работает Фаершторм. Нет, Му недолго жил. Проблема у Пупеи Пупеи также отправляется в Таверну. Драк пока что 2 в 1. Форс убегает. Глимса нет. Пытается здесь кого-то хоть расстрелять Лимб. Но его просто затягивает. Эхо Слэм тут даже от Ебзора. Все еще живет Лимб. За ним продолжается погоня. Но Лимб. Лимб выживает. Налого ХП наживет. Армлетом играет Айс. В это время забрали Зетфрика. И Драка 2 в 2. Ну как-то сумбурно все получилось, если честно. Немножко непонятно. Могли бы и получше исполнить. Да. Все-таки Драка действительно получилась такая. Фейлпес небольшой. Главное сейчас Тавр забрать. Летел сюда в Мум. Сразу отменяет телепортацию. Тавр падает. Понятно, драться за него смысла не было. А вот теперь Блинк Даггер. Наконец-то появляется для Шекера. И вот теперь будет вариант инициировать гораздо увереннее. Для Сикретов. Он как раз в Курьере и летит. Да, это, конечно, очень большой плюс. Потому что с сенсацией были некоторые проблемы. Но с другой стороны, когда у тебя имеется Кэлос Найт, когда есть тот же самый Эндерлорд, ты цепляешь персонажей вообще без проблем. Очень много дизейблов. Ну и Сикреты, конечно, за счет этого сейчас будут пытаться навязывать какие-то ранние драки. Ну, не такие-то уж ранние, но в мидгейме они действительно будут стараться все же очень много драться со своими оппонентами. В это время Лимп доделал, наверное, свой Белгимбар уже. И... нет, нет. Нет, БКБшка еще не доделала. Только в процессе, в это время смок вылазка от комплекстики, пытаются, будут найти кого-то, например, Ебзор. Нет, Ебзор далеко. А вот, например, Пупея вполне себе. Пупея идет навстречу своей судьбе. Пупея, Вортекс. Есть ракетка, айс-бласт, кстати, неплохой залетает. А помочь Пупею не хотят. Кулдауном. Лимп, ремерз за счет коллфида. Фата здесь. Врывается Ебзор. Ебзор пока что ничего не успел дать. Дизраптор прокастовал ультимейт только в одну Death Profit. Опять же, такой себе урона никто не нанес. Погибает у нас гирокоптер. Разменять корт персонажа на саппорта такая себе история. Так что можно считать, что вылазка в смоках была провальной от комплексити. В это время Челеси пытался забрать Т2 на нижней линии, но его оттуда уже прогоняют. Он сразу летит на топ и доберет, наверное, на топе. Ну, а потратили также стать штормкой на Тикфилд. Кайл пытался до последнего сейвить все-таки свой гирокоптер. Выжать ему не получилось. Ну вот, сейчас у Кайла могут быть проблемы, потому что блинг уже имеется у Шейкера. Залетает Ice Blast. Кайл должен сейчас... Ой-ой-ой, Кайл также. Да, погибает, отправляется в таверну. На топе упал в это время тавер у команды Сикрет. Не успели его задефать. Ну что ж, Сикрет. Все, еще графики в нулях, но Сикрет чувствует себя на этой карте намного более уверенно. Все же Киос Найт начинает драться намного раньше, чем тот же самый гирокоптер. Да, гирокоптер себя хорошо очень позиционирует на линии. То есть он может начинать там сразу же уже с Рокет Береджа. Весьма немало дэмэджа по оффлейнеру наносить. Но проблема в том, что вот в таком вот мидгейме уже Киос Найт чувствует себя чуть более уверенно. Делаются стаки, продолжают делать стаки для гирокоптера. Все-таки Ира будут пытаться разгонять по максимуму, по золоту. Потому что драться, как мы видим, еще не особо получается. Ну а там сабелька появилась для ЦК теперь. А это крайне неприятно будет для ребят с команд комплекса в миде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстренько забирает Ипзора. Можно попробовать забрать Чейси на развороте. Чейси погибает. Отлично. Один в один. Драка, возможно, еще продолжится. Но комплексы отступают. Линза появляется для Пугны. Это тоже хорошее приобретение. Ну вот Эйс. Эйс уже сабелькой. Тысяча на руках. Кайло на топе пытается забрать мидуан. Есть и Хестом. Витра себя сразу поднимает. У нас Дес Профит, чтобы не попасть под Дизейбл. И кастуется Дарк Рифт. Фата на пару с Эйсом уже здесь. Готовы цеплять Глимс. Возвращают Фату. Ну, по-моему, немножко не того персонажа возвращают. Но, в любом случае, это была бы конечная остановка для Дизераптора. Кого-то невернее. Ну, в принципе, неплохо. Он сейчас на Мидаллинии. Он может ее немножко подпушить. Хотя решили все-таки встретиться друг с другом. Такие команды Сикрет. Ну, минус Фреон, минус Дизераптор. Это отличный, отличный файт. Отличный выход от команды Сикрет. Рошана будут пытаться забирать действительно с Эйсом с Киос Найтом. С большим количеством физического урона от Мидуана. Можно будет того самого Рошана пробить. Экзорцизм действительно использовали. Там подтягивается Зетфрик. Кастуется Эхэстом. Падает Рошан. Но Рошана еще не забрали Аегис. Аегис забирает Эйс. Ой-ой-ой. Рошана забрали комплексити. Аегис в итоге крадет. Получается, что Эйс уже минус 2 получается. Минус 3 даже, если считать. Но тут нету Шекера. Шекер был далеко. Проблемы теперь у Эйса могут быть вновь. Эхэстом. Пейс. Шекер откидывается Фессурой. Хорошо, Фессура. Глимсует обратно. У нас ЦК. ЦК заберут. Ебзор далеко находился. Он в это время отпушивал нижнюю линию. Если бы здесь он был, возможно, драка пошла бы совсем в ином русле. И как итог драка, получается, потеряли Аегис. Отдали еще Рошана. Самое главное, денежку за него. И сразу выбили Аегис. И сразу потеряли Кору еще сверху. И мы видим, что комплексы моментально ведут 2000 уже после этого размена. По золоту выиграли там около трех. Отличная игра от Зефрика. Очень неплохо он Эхэстом прокинул. Подошел сразу Эрсплиттер. И разбудил только лишь Фурион того самого Клэоснайта. А так бы еще Аегис. Может быть, даже получилось бы отжать. Ну, счет 16-16. Секреты должны сейчас все же придумывать какие-то более действенные идеи для данной карты. Потому что без Шейкера все же забирать Рошана. Это не самое лучшее, что можно было бы увидеть в этой ситуации. Но вот мы видим, что Олимп продолжает. Продолжает доминировать по Нетворсам. В принципе, Нетворс у него примерно такой же, как у Нейчерс Профита. Но обгоняют они своих физовий на 2000. Что абсолютно закономерно дает некоторое преимущество для команды комплексности. Именно по корпусу героям. И тот же самый Герокоптер уже потихонечку доделывает себе Хорикейн Пайк. Да, в это время Смуаки разбиваются от команды Сикреты. Отправляются они в вылазку. А напоминаю, что там имеется блинг и все еще имеется Эхо Слем. Которую неплохо было бы реализовать, кстати, второго левела. И Линза будет появляться также у Шейкера. В теории могут найти сейчас Чейзи, который там бегает по лесу. Это будет очень хороший вариант. Да, но пока не видят. У него топ-1 Нетворса, но его пока что не видят. Может быть увидят Пеньков. Нет, нет, не увидели Сикреты. Пока что в режиме ожидания, что возможно кто-то появится из Комплексити. Но Комплексити сами в Смаках. Дабл дэмэдж еще достается для Герокоптера. Напоминаю, Герокоптер так-то теперь уже и с пикой, и с БКБшкой. И пробить его быстро не удастся. И задизейблить как-то. Да, с Флэккэнон там, конечно, очень немало дэмэджа прилетит. В это время должны встретиться. Сейчас будет встреча века. Лим с ДД, напоминаю, Пупея можно пробовать цеплять. Но тут цепляют в итоге. Два их, как ослаб подвоим, и туда жесть. Бласт, моментальные минус 2 от команды Сифри. Драка продолжается. БКБшка от Лимпа с дабл дэмэджем пытается всех расстрелять. Му в это время активирует экзорцизм. Погоня за... Прошу прощения, это Мидван активирует погоня за Му. Му погибает. Драка продолжается. Поднимается в ветра сразу Лимпа. БКБшку прожимает Чейзи. Прилетел сюда, есть Фиссура. И вот у Лимпа теперь проблему. Сталкивает себя на лограунд. За ним погонят Ебзора. Погибает Мидван. 3 в 1 получается драка. Погоня продолжается за Чейзи. Он откидывается просто с прутами. Пытается жить максимально. Уйдет ли? Вот в чем вопрос. Потому что вортексами продолжает просвечивать Пупея. Там Эйс готов уже реалити рифтом к себе притягивать. Но Чейзи скрывается. И драка получается 3 в 1. Да. Неплохо. Неплохо все получилось. Для этих ребят Лимп. Причем БКБш, конечно, прожимал в предыдущем файте. Но у него откладывается очень скоро. Причем кулдаун тоже имеется. И можно будет сейчас попытаться сломать, возможно, какой-то Тир-2 Тавр. На мидл линии или наверху. Там по верхней линии уже идут пеньки Фуриона. И пеньки тихонечко линию подпушивают. Ябзор. Доделывает себе Линзу. В принципе, осталось совсем немного. Там буквально 900 голды. Ну, хотелось бы поскорее эту самую Линзу получить. Длинная Фиссура. Почему бы и нет? Длинная Фиссура. Так это работает? Да. Наверное, да. Так и работает. Ну что. Ждем, да, действительно, ключевых артефактов. Дальше будет. Начать с Профит выфармливать Сильвер Эйдж себе. БКБшку дофармливает Эйс. И обзор, как ты говорил, с длинной Фиссурой теперь будет врываться. Вот. Мне интересно, что у Гирокоптера дальше будет появляться. Покажите, пожалуйста, артефакт его. После БКБ пока что не ясно, что будет брать. Ну, есть время подумать. Пока что, в принципе, 1800 голды. И ты особо на эти деньги ничего придумать себе не сможешь. Ну, наверняка будет какая-то бабочка. Что-то подобное. Хотелось бы, конечно, урона увидеть побольше. Да, потому что жира у команды Сикрет достаточно. Ну, а там Пайп, я уже вижу, краем глаза имеется. Мидван также продолжает обрастать артефактами. Да и вообще вся команда Сикрет как бы тоже продолжает фармить. 3000 преимущества у комплекса это не так уж и много. Все это можно потерять в одночасье. При попытке зайти на какого-нибудь Рошана очередного и так далее. Да, можно не только потерять, но и дать своему оппоненту выигрывать. Выиграть, заполучить преимущество на те самые 3000. Ну что, смоги, может быть, будут, я не знаю, какие-то. Потому что пока что Сикрет просто бесцельно бродит по карте. Продолжает фармить свои лиса, там, по линии толкать. В это время их также сплитпушат одновременно по нескольким линиям. Комплексити, по низу идет Му, там летает Чейси с своими пеньками. По топу там также пытался, не знаю, Дезераптор что-то сделать. Дезераптор все еще находится на топе. Не знаю, с какой целью он там находится, но находится. С целью получения информации, возможно, посвятить какой-то смол. Ну да, как вариант, кстати, возвращается обратно к своим. И, возможно, будет смог вылазка сейчас. Или же нет. Что там в Курьере? В Курьере что-то прилетело для Пупея. Пупея накидывает челленгтач. Ждут БКБшку для Пупея. Все-таки Каус Нейтс здесь очень неприятно прилетало. Что с Эхостомпов, что тот же самый Герокоптер ржет. И Дезераптор со следующей нормой, кстати, Филдом. Так что надо что-то придумать. И Блокинг Барт, конечно, лучший вариант. А Лимб опять с дабл дэмиджем. Готов врываться. Пока что под действием Смоклов. Здесь Му толкает линию. Кайл также неподалеку. Готов вырываться. Если что... Смок разревелен. Ну, Лимб подходит. И вот он, Кримсон Гвард, кстати, появляется для Андерлорда. Отличнейшее приобретение. Теперь нужно думать, как это все дело пробивать. Есть Вижен. Могут подспить Ебзор и попробовать Ебзор. Накидывает Андерстрайк. И так пошла драка. Врыв у нас в итоге накаяло. Проблемы, по-моему, Дез Профит. Перенаглела она. Хотя кулдаун на развороте погибает Ебзор. Погибает также Пупея. Драка продолжается. Стан залетает по товарищу Эйсу. Эйс пока что живет на развороте. Реалити Рифт не отпускает. Лимб погибает. Драка 3 в 3. Довольно ровный размена. Потеряли также в итоге еще здесь, наверное, могут сейчас потерять Му. Да, сбивает МТП. У Му проблемы. Это уже 2... Это 3 в 4. Фаршторм работает. Все абсолютно исправно. Команда Сикрет с этим делом. Ну и действительно, размена получается в их пользу. Забрали Гаррокоптера. Забрали. Насколько я понимаю, Чесси. Или... Нет, Чесси не забрали. Чесси, по-моему, смог скрыться. Ну, не потеряли того же самого Ко Снайта. Это тоже очень важно. Эйс будет разгоняться. Мы видели, как быстро он все-таки разобрался с Гиро. А, Гиро с ним не может так быстро разбираться. У него заканчивается действие Блокимбара. И вот в этот раз предательская БКБшка его подвела прямо-таки к смерти. Да, мне кажется, Лим перенаглял, если честно. Ну, очень далеко зашел. Да, практически по Тир-2 таварам там, где стоит Тир-2 тавар, он дрался. Он был бы поближе к тиммейтам, выжил бы, и я думаю, что сделал бы еще, возможно, даже фраг. Но если бы ДКБ, как говорится, так что это его выбор. А БКБ появляется в итоге для АЦК. С теперь будет с 10 секундой свежей БКБшечкой в следующей драке. Да, и дальше мы видим, будет выфармливать себе Блинк Даггер. Здесь тоже выбор, аж те факты, полностью понятен. Нужно как-то добираться до героев команды Комплексити. Еще один вариант для инициации лишним не будет. Да, против того же самого Фреона заходит. Да, вариант прыгать, да, сразу. Ты прекрасно понимаешь, что у тебя за спиной всегда есть ибзор с тем же Блинком, который прыгнет и ворвется так же. Так что здесь все ясно. Ну вот ответный смок от Комплексити. Давайте посмотрим, удастся ли ему кого-то найти. Последний раз мы видели, они пытались найти секретов драка получилась, мягко говоря, такая себе. На АС будут ворваться АС-1. АС-1, и это может быть ошибкой. Эйс, у тебя проблемы, Эйс. Нужно что-то с этим делать, Эйс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эйс буквально сразу теряет половину ХП, а сбить, а сбить БКБшечку нечем. И в итоге улетает. Ну, ТП в БКБшечке нечем сбить, и в итоге Эйс скрывается. Но стоит отметить, что очень много залетело. Там просто нереальная хастом, там сразу половина ХП отлетела в ЦК. Очень больно. Смок от команды Секрет. На ответ попытаются невозможно выйти на того же самого Чейса. Скажем так, глаз за глаз, зуб за зуб. Ну, это было бы приемлемо, если бы они забрали сейчас Эйса. Но они его не забрали. Но я прекрасно понимаю, почему смоки сейчас начинаются... Ну, так-то Рошан скоро уже появится. Они проверили, появился ли он или нет. А там осталось буквально несколько секунд до появления. Ну, Пупей просто делает ТП-аут. Понимаю, чем пахнет в это время. Проблемы у Дизраптора. Дизраптор немножко загулял. Кулдаун пошел от Лимпа. Неплохо. Дизраптор погибает только сейчас. Продолжается драка. Забрали еще и Взора. Есть ультимативно от Мидуана. Врывается на Лимпа. Лимпа проживает БКБ. Сплитер туда же сверху. Мидуан просто прогоняет Лимпа. Лимп пытается жить в это время. Врывается Эйс с ультимейтом. Забирают Дизраптора. Драка 2 в 1. Это еще не конец. Мидуан на развороте. Готов врываться, драться. Му. Здесь до последнего дерется. Предательски стоит, конечно, Незер Уорд. Но, как бы, эффекта не возымел. Такого, какого хотелось бы. В итоге, 3 в 1. Потеряли и Взора. Забрали трех персонажей команды Комплексити. Неплохо сыграно. Из плюсов могу отметить только то, что не погиб, конечно же, Лимпа. И выжил в данной ситуации Чейзи. Который в это время вообще был, по-моему, на другой линии. Но из неприятных появился Рошан. И Рошана, скорее всего, заберут, конечно же, Сикреты сейчас. И это уже Сыроекис, если не ошибаюсь. Да, это Сыроекис, все правильно. Блэк Кимбар на Кэлл Снайте получается супер результативный. В первый раз он спас ему жизнь. Он смог сделать ТП-аут. Тот же самый. В этот раз он просто под БКБшкой зашел. Абсолютно ничего не боялся. Просто ломал абсолютно всех. Кроме тех, кто находится под декрепифаем. Ну и в итоге получается сделать очередное убийство. Кайло опять загулял. Находит Кайло. Да. Это минус Дезраптор. Дезраптор причем. Вообще файт не очень хорошо начинался для команды Сикреты. То есть там подцепили Шейкера. Шейкера получилось упугно высосать буквально за пару секунд. И он не использовал свой хастлэм. Но в конце концов получилось этот файт выиграть. Получилось тому же самому Каос Найт прийти. И просто супер много дембержа он нанес. То есть я не знаю, чем справляться с таким Каос Найтом. У него уже там 3000 хп. 3300 под прожатым армлетом. И Деррокоптер с ним не справляется. Нужно пытаться его фокусить хоть чем-то. Возможно даже придумать какой-нибудь Блатторн. На Нейчерс Профита. И наверняка сейчас именно этот артефакт и появится в ближайшее время. Потому что по-другому его не пробить никак. Да, есть Кираса. Да, пока Кираса. Мейсу Чейси. 1200 на руках. Неясно. Да, Блатторн можно было бы и прикупить. Лишним явно не будет. Но сути дела не меняет. Сикреты сейчас забрали Рошана Сыраеги. Скоро появится Тараска также для Эйса. И у них все. Возможности пойти добрать Тавра. Хотя бы потому что я смотрю, есть еще два Тавра у нас у комплекции по нижней линии. Этот опять же неплохой золотой запас, который неплохо было бы забрать себе. Ну а гирокоптер начинается собираться в того самого гирокоптера бойца с иллюзиями, я так понимаю. Покупает себе Майлстром. Ну и дальше будет приобретать Аганим. После молний. И смог вылазка от команды Сикрет. Возможно сейчас найдут Зетфрика. Нет, в итоге Кайло находит опять. Кайло очень не везет. Четырехсекундный еще стан он получает. Забрали еще и Зетфрика. В итоге здесь, да, минус два делают Сикреты. Попытаться бы найти Фуриона, но Ничерс Профит отсюда уже понятное дело уходит. Делал телепорты. Начинает подпушивать верхнюю линию. А Чейси, конечно, очень запакованный. Две тысячи у него имеется. Если вдруг что-то вам будет байбэк. Но пока что байбэк, мне кажется, что... Говорит немножечко рано. Стоят еще Тир-2 ТВ-РА. Но он будет придумывать какой-то артефакт. Лимб, что ты тут, друг мой, делал? По-моему, Лимб очень нагло в данной ситуации сыграл. Что здесь он делал один, непонятно. Он погибает, у него нет байбэка. А тут начинают Сикреты сразу пушить линию. Значит, такое ощущение, что он просто зашел на верочку. В надежде найти какого-нибудь Энштопарэйшена. И попытаться его по-быстрому пробить за свой проказ. Но он нашел Фату, у которого там две с половиной тысячи хп. Который никаким образом не дамажится просто от твоего кулдауна. Ну и в итоге Фатов ловый. А Лимб в таверне. Так и получается. И заходит команда Сикреты уже потихонечку нахиграют компоненту. А байбэка-то нет. А там так-то сыро Аегис. Драка есть. Кайл. Ну такой себе получился ультимейт. Спокойно его пока штанкует Эйс. Опять же, Аегис выбили. Но это только Аегис. А дальше что вы будете делать? Ломается Незервард. Продолжает падать Т3. Эйс возвращается обратно. У него еще БКБшечка, не будем забывать, имеется. Ай-яй-яй-яй-яй. Четырехсекундный стан залетает. Им быстренько забирают. Здесь Му-Му сразу делает байбэк. Саленс накидывает Мидван. Чтобы Зетфрик не давал свои неприятные раскасты. Ну и можно как вариант либо отступить, либо забирать Т3. Я уж не знаю. Потому что вам тут Чейси вплотную ломает так же уже сторону. Потому что нужно защищаться. Ебзора не будет. Эхо Слэма нет. Эйс врывается. Двухсекундный стан. Опять по Му. Му, напоминаю, после байбэка он погибает. Айс Блаза летает по Зетфрику. Зетфрик еще накинули на него урну. Погоня продолжается. Не дотянется, наверное. Или же Эйс до конца. Да, Эйс идет до конца. БКБшку прожимает. Погибает еще Зетфрик. Сюда прилетел Лим. Прожимает БКБ. Начинает всех расстреливать на развороте. Еще один байбэк делают сейчас ребята из команды Комплексити. Эйс бьется до последнего. Эйс, боже, какие куски он отрывает. Но урона не хватило. Погибает Эйс. Мидван остается один. Его пытаются здесь как-то забрать. Но Мидван раскидывает просто спирит Сифон и Саленс по троим. Мидван все еще живет. Каким-то чудом пытается его пробить Чейзи. Мидван прячет его в Глиммеркейп. Драка-то все еще не закончилась. Драка продолжается. Фата. Фата тут. И у Фата огромное количество урона с руки. И в этот момент я понимаю, как же хорошо, если бы здесь сейчас был просто Ебзор. Но Ебзор не может здесь находиться, потому что он сместился защищать свою линию. Лим в это время пытается биться с Мидваном. Мидван его забирает. Лим без байбэка. Полетел еще ультимейт от Пупея сюда. Чейзи тоже погибнет. Чейзи погибает. У нее имеется байбэк. Зетфрика прогоняют просто на базу. Зетфрика еще подцепили здесь. Подизейбл делается байбэк от Нечас Профит. Он сейчас вернется в драку. Зетфрик откистовал их эстом. Пупей забирают. Пытаются забрать Фата. Фата очень жирная. Накидывают у нее Сайленс. Фата все еще живет. Фата поднимает его еще и ветра. Боже. А он сам себя поднял ветра, конечно же. У него еще и Рейдинс. Он просто бежит. Это просто целый танк. Да. Самоходная установка. Зетфрик куски какие от него. А вот и Ебзор наконец-то добрался до линии. В это время он забрал Кайла. Прошу прощения, да. И, наверное, заберет Зетфрика. Зетфрик буквально до войтика не хватило, чтобы его забрать. Но за ним погонят Ебзора. И это еще минус Зетфрик. Дабл дэмэдж лежит. Можно было бы его взять. Попытаться что-то еще немного напушить. Но, понятное дело, надо подождать. Дэс Профит. Но после появления ДП какие же огромные проблемы начнутся у команды комплекса. Будет экзорцизм. Можно будет очередной раз подраться 5 на 5. Все ультимейты откатывались, все секреты. Сейчас главное просто подготовиться к ближайшему файту. Пойти всем интригенится. И, в принципе, можно будет попытаться даже, возможно, эту игру заканчивать. Но, на самом деле, стоят 2 тир-2 тавера для команды комплекса. Это просто какие-то закидоны от гирокоптера. Он умирает 2 раза без байбэка. За счет чего команда комплекса лишается просто огромного преимущества. 12 тысяч преимущества по золоту с командой Сикрет. И вот сейчас мы видим подъем просто по графику. Я не знаю, это какая-то гора. Гора, с которой трудно будет скинуть команду Сикрет. С которой скатываются комплексы, да? Да. На салазках или как там, на санках. Ух. Но вообще по-хорошему согласен. Непонятно, немножко драки были. Вот ребята с командой комплексы. Вроде бы неплохо Чеси стянул опять. Самое забавное, что последняя драка от Сикретов была вчетвером. Там не было и Бзора. И Бзор в это время улетел в базу защищать, потому что там Чеси уже сломал Т3 на верхней линии. И ему нужно было дефать бараке. И пока он добирался через мид пешком, драка сложилась в итоге в пользу команды Сикрет. Ну и вот Фата, что ты будешь делать с ним? Этот парень просто идет, у него 130 бонусного урона. У него 300 плюс урона с руки. Рейдинс, Пайп и Кримсон Гвард. Вот, все. Здравствуйте. Я танк, самоходная остановка. Я могу и дамажить, и танковать, и вообще все делать. Если что, команду могу также увезти. И скоро появится Тараска также для ЦК. ЦК тоже будет крайне плотным. Плюс так же, как его будут плотные иллюзии. И тоже, что делать с ними, не ясно. Одного гирокоптера, мы видим, не хватает, чтобы пробивать вот. Та самая Тараска. Да. 4200 хп, это еще и выключен армлет. Сейчас бы включить армлет. Сейчас бы армлет включить. Да, кстати, можно. Можно его и не выключать вообще, бегать вполне. Да, да. Абсолютно спокойно. Позволить себе. Ну, в это время смок уже от команды Сикрет. Нет, это пока что не смок. Они просто потихонечку сдвигаются в сторону команды. 4700. 4780. Так, Кайл. Кайла проблема. Кайла может не уйти. Накидывает колдфит. Пытается убежать. Здесь есть. Главная цель. Врывается, врывается на Зетфрика. Есть реальти рифт, трехсекундный стан. Это минус Зетфрика. Зетфрик погибает. Байбека у него нет. Нет, в это время пытаются забрать еще Му. Есть ультимативная от Кайла, но ультимативная немножко не в ту цель. Цель всего лишь одна и то самая жирная, наверное, в команде Сикрет. БКБшка прожимается от Чейзи. Врывается он, забирает андерлорда. Неплохо есть кулдаун. Лим также прожимает БКБ. Дорога продолжается, но здесь эйс. Эйс очень плотный. Также под БКБшкой за лимпа погоня. И реальти рифт не дотягивается. В итоге не удалось засосать лимпа сюда. Но в это время погибает еще и Кайл. Погоня за Чейзи. Чейзи тоже заберут. Чейзи также отправляется в таверну. И также он без Байбека. Это минус 3 от команды Сикрет. Потеряли только одного андерлорда. Ничего страшного. И это, скорее всего, минус сторона для команды Комплексити. Два раза не было у Геррокоптера Байбека. Теперь нет Байбека у всех остальных. У него он имеется. Но я думаю, что это здесь ситуацию не спасет. Он пытается дальше еще и замму давить. Эйс очень далеко заходит. Но спиртифоны работают. Сейчас примерзнет Могман. Но в итоге погибает. Еще один реальти рифт. Минус лимф. Но тут конечная остановка для Комплексити. Ой-ой-ой. Что сейчас произошло? Да. Как-то так. Минус нижняя линия. Сразу на мид перетягивает Сейс на пару с мидваном. ГГ пока что Комплексити не пишут. Ну, стоят еще два тавера, на самом деле. Да, два тавера стоят. Это последний убивцем. Линии бы подпушить. Самое печальное, что скоро Рошан очередной появится. Осталось буквально полтора минуты. Ну, последний шанс для команды Комплексити, скажем так. Если они смогут супер-драку провернуть с тем же Росплитером, с тем же Хастомпом, да, по троим, по четверым, по пятерым, то может что-то получиться. Но в другой ситуации очень сложно им будет это закомбейчить. Но мы видели уже прекрасную драку от них вначале, когда забрали того самого Рошана. Забрали Айгис. Тот же самый Элдор Титан. А, нет, Айгис все-таки достался в этот момент Эйсу, но в любом случае Комплексити... Это не спасло. Ситуацию, да, в последний раз. Но сейчас-то 20 тысяч преимуществ у Сикретов. Я думаю, побоятся лишний раз идти на Рошана Комплексити. Да, там еще и Шейкер, еще Парейшн, все. Слишком, слишком много хорошего для драка на Рошана имеется у команды Сикрет. Так, там уже по Т4 врывается Эйс. Четырехсекундный стан. Зетфрик должен погибать. Зетфрик живет. Каким-то чудом выживает. Вернули Эйса. Глимс потрачен, но с другой стороны, конечно, все-таки выживает Элдор Титан. Элдор Титан будет очень важен в данной ситуации. У него байбека не имеется. Умирать ему, конечно, не хочется. Почему у него не только в деньгам не хватает этого байбека, еще и байбекался он пять минут назад. Поэтому еще не откатился. Пять минут назад. Ну что, на Рошана. Рошан вот сейчас буквально через несколько секунд. В это время можно еще лесные шрайны поломать Сикретом. Все еще Т2 находятся на верхней линии, которую тоже лишним забрать не будет явно. Ну вот байбеками обрастают Сикреты. Байбек появился у нас для Андерлорда. Байбек появляется для Дес Профита. Аганим появляется у Лимпа. У Лимпа байбека нет. У него еще кулдаун. А нет, у него просто денег не хватает. У него уже КД прошло. Просто нет денежек. Так, пол-ин идет. Но, по-моему, Аганим это немножко не то, что сейчас может камбэкнуть ситуацию в целом. Ну, вообще странный билл. То есть, наверное, все-таки Лимпу стоило бы определиться. Либо он собирается с Аганимом и Мольштромом, либо он все-таки берет себе какую-нибудь Сашу Яшу и начинает по-пустому выигрывать. А кто это здесь у нас такой вкусный? Это Чейси. Ну, правда, я не стал Лимпзору до конца избивать. Конвинушку-двоечку прописал. Такой, ладно, ребят, все понятно. Оставил обычно потом. Да, на этом мы закончим здесь. Ну что ж, потихонечку уже оглядывают окрестносты Рошпита. Игроки команды комплекса. Все-таки такое ощущение, что будут они пытаться драться на этом Рошане или же просто сами пытаются его забрать. Ну, сейчас можно смолк раскинуть в команде Секрет и уже потихонечку в сторону Рошана двигаться. Ну, так все это происходит. В это время есть кулдаун от Гирокоптера. Видимо, просто для того, чтобы зафармить каких-то крипов. И что это было? Зачем этот кулдаун? Ну, крипов, наверное, зафармить. Не знаю. Перед Рошаном? Ну, там кулдаун минута. Как бы ничего страшного. Через 30 секунд откатится. Ну, ладно. Ладно. Я просто не видел. Ой-ой-ой, минус Курьер. Ну, Курьер пустой, ничего страшного. Курьера подрезали. В позиции находится Комплексити. К ним навстречу идет Фата. Смоки спадают. Готов врываться Фата. Никто не хочет Фату бить. БКБшка прожимает лимпом. Ну, говорит, Фата, хорошо. Мы это в смутное время сейчас переждем. Поднимая себя ветра, его глимсуют обратно. Есть Фессора, подрохитма вся команда. На Комплексити закрыта. Погибает моментально лимп. Залетает ультимейт от Пупе. Кайл тоже погибает. Отправляется в таверну. Фата танкует. И последний выехал Слэм от Ебзора. И это похороны команды Комплексити. Прямо на ваших глазах. В одночасье заканчивается драка. Потеряли опять одного Фату. Ничего страшного. Минус пять. Отлично сыграно. ГГ, ВП. Гоу, Некст. Не знаю. Ну, как бы я... Больше комментариев нет. Там по урону, наверное, все замечательно. Да, но рекап мы уже не увидим. Но не страшно. ГГ написали. Поздравляем. Сикрет с победой. Отличная разыгрывочка. Крутое. Окончание данного матча. Это Хаслэм по пятерым. Я уверен, что мы увидим этот момент в хайлайтах. Но в итоге стоит поздравить команду Сикрет. Они получают очко в данной швейцарской системе. Соответственно, групповая стадия. Ну и будут пытаться дальше уже играть во своем втором Вестов-1 противостоянии, извиняюсь, уже завтра. Да, и опять же, стоит отметить, игра до какого-то момента была равная. То есть комплексы вроде бы сопротивлялись. Пытались сплитпушить и так далее. Но до одного момента зайти на Рошана, когда там уже пошло все... Даже на Рошане на втором подрались хорошо. Умудрились отжать сразу Аеги, забрать Эйсы и так далее. Но вот эти вот драки под своем Т3, да, около бараков, то есть не увенчались совершенно никаким успехом. И там уже по накатанной комплексы полетели вниз По нетворсам видим мы количество урона. Чейс, конечно, дамажил прилично, но также неплохо дамажил Мидуан. У Лимпа, конечно, 33 тысячи урона, но это не совсем то, что хотелось бы от него видеть. От него хотелось бы видеть байбеки, когда они нужны и их использование, соответственно. Сравнивают у нас игроков. Чейси с Эйсом.